МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину. МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину 9.5. Ройтерс, Шеймил Зюмитов. США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, в Лефортовском суде Москвы. Ройтерс, Шеймил Зюмитов. Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против России, в Лефортовском суде Москвы. Мехико, 25 мария новости, Дмитрий Знаменский. Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину Он пояснил, что речь об этом не идет, так как Уилану пока не вынесли приговор Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ирошенко с нашей стороны Никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналей, это просто домыслы, ничего такого нет, сказал Рябков По его словам, заявления американского посольства о том, что в деле Уилана не представлено никаких доказательств, на ситуацию не повлияют 19 мая, 13.36 Русские они сдаются Бутина записала обращение из американской тюрьмы При этом Рябков отметил, что Россия по-прежнему готова на обмен Бута и Ярошенко, хотя с американской стороны интереса к этой схеме нет Я не знаю, какой будет вынесен приговор Уилану и будет ли целесообразно господину Уилана в какую-то такую схему представлять, заключил замминистра Дело у Уилана и Бутина Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря, как сообщало ФСБ, при проведении шпионской акции Ему грозит от 10 до 20 лет колонии Накануне столичный Лефартовский суд продлил ему арест еще на три месяца Фабула дела не раскрывается из-за секретности Известно только, что Уилан с 2007 года регулярно бывал в России По словам его брата, был бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу друга Вчера, 13.21 В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана Марию Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство России Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной, так как в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение В конце апреля суд приговорил ее к 18 месяцам тюрмы Половину этого срока Бутина уже провела за решеткой Выйти на свободу она должна 5 ноября Субтитры создавал DimaTorzok